Всем привет, мои дорогие! Записываю видео в машине, буду говорить громко, постараюсь. И кондиционер тоже почти отключила, тут на самый минимум его поставила. Я надеюсь, звук будет максимально нормальный, насколько это возможно. Потому что у меня просто не будет времени записать видео, но сегодня, не завтра. Вот это у меня получается такой единственный вариант. Ну вот, мои богы, все прошло буквально дня за четыре. Все синяки, кровоподтеки и все, что было, ранки какие-то, вот как ни в чем не бывало. Просто. И я, да, собственно говоря, после этого впервые записываю видео. Ну вот после того видео, которое я записала, вам прямо показала на следующий день, как все выглядит. И вот это мое первое видео с новыми губами. Но в жизни они выглядят максимально естественно. Вот просто максимально, если кто не знает, то и никогда не подумает, что что-то было сделано. Мне все нравится. Единственное, я думала, что объем будет чуть побольше. Но как есть, так есть. В следующий раз будет чуть побольше. Многие говорят, что с первого раза большого объема быть не может. Ну, либо я там не знаю, сколько можно вколоть. Вот. Ну, в общем-то, мне все очень нравится. И мне очень интересно сейчас, когда я запишу это видео, посмотреть вот на себя, как все выглядит. У меня ни карандаша, ничего. Просто нудовая помада. И все, больше ничего. Вот. Мы с Ледуши едем. Чем мы занимаемся? Мы готовим документы в институт. Ледушины тоже там целых-целых. Надо все подготовить, все собрать и так далее. Так что мы занимаемся этим вопросом. Сейчас мы едем в парикмахерскую, салон красоты. Нужно немного голоса привести в порядок. Ну, так, совсем чуть-чуть, там, челку подрезать, может быть, чуть-чуть, там, буквально минимально длину. Ну, ничего глобального такого делать нам не надо. Ну, так вот, совсем чуть-чуть. Ой, у нас душно, жарко. 26 градусов было вообще ужасно. Было просто невозможно. И вот, знаете, дома, если без кондиционера или вообще вот в помещении безумная влага, дышать просто нечем. На улице более-менее ничего. Ну, вот сейчас у меня и окна немного приоткрыты, и в машине кондиционер, но я его на минималку поставила, чтобы сильно он не шумел. И как бы жарко, конечно, жарко. Ну, сейчас жарко везде, собственно говоря, во всем мире, за исключением, там, может быть, каких-то стран, прямо северных-северных, ну, или городов. Ну, направлений таких. А так, в общем-то, жарко везде, просто в Москве жара переносится очень тяжело. Да, какие у нас еще новости? Чем еще мы занимаемся? Мы готовимся к ответствам. Наконец-таки. Даже не верится. Но я вам потом расскажу все детали. Это очень интересно. Это просто как какой-то триллер. И будет очень полезная информация. Ну, и, соответственно, как обычно, буду вам все показывать, рассказывать. Но расскажу еще вот, чтобы вы были просто в курсе. И как бы, ну, очень много полезного я для себя узнала. Потому что, знаете, вот все меняется. Вот вообще все. И ты вроде бы там уже всю жизнь этим занимаешься. И у тебя был туристический бизнес. Ну, как бы ты вот всю жизнь, да, вот в этом, там, я не знаю, сколько лет я в этом. Ну, лет 30 уже, да, наверное. Вот прямо изнутри, изнутри, снаружи и так, и сяк. И вот я понимаю, что вот постоянно все меняется. Особенно сейчас ситуация очень необычная. Ну, вот мега необычная. И уже вот доходишь до всего по ходу дела. Там на своем опыте, как бы, да. Вот. То есть все вам потом расскажу. Я даже, знаете, составлю список. Прямо, чтобы вот ни один пункт не упустить. Чтобы вы знали, как себя вести в той или иной ситуации, как бы готовиться к детестру. Ой, что это такое. Вот ремонт везде просто идет. В общем, это очень-очень будет всем полезно. Вот. Ладно, мои дорогие. Мы уже практически подъехали. Когда будем, я включусь. Смотрели доль шмель. Я знаю. Ой, я тоже боюсь. Ай. Цветочки тут. Это колокольчики, по-моему. Я вообще не разбираюсь в растениях. Ты разбираешься, Людуш? Чуть-чуть. Плохо. По-моему, это колокольчики. Похоже. А вот это что? Я не знаю. Хотя я всю жизнь это вот... Нет. Я вот это видела с детства всю жизнь. На даче, я помню. Ну, вот всю жизнь. А я не помню. Напишите, что это такое. Но я, правда, вот не разбираюсь. Практически. Практически в этом не разбираюсь. Все. Мы все сделали быстро. Сейчас немного освежу помагу. Вот моя герлин. Я вам ее показывала. Кискис 309. Все спрашивают всегда. Ну, потому что не все смотрят все видео. И вот вроде как аккуратно, да? По-моему, мы аккуратно подняли тоже. Так что мы все быстренько сделали. Прямо очень быстро. Уложу, когда волосы будет видно. В общем, замечательно. Замечательно. А, кстати, вот когда записываешь все куда-то, надо записываться заранее. Вот вообще везде стоматология, салоны красоты. Вообще на любую процедуру. А я как-то вот спонтанно написала, говорю, мне срочно нужно челку. Там чуть-чуть. Там туда-сюда. Ну, как бы быстро. И она меня, говорит, ну, как бы выбрали день. И она меня, как бы, записала. Так, Лидулька, слушай, а ты не старая волосы, Лидуша. Я сейчас только... Всем привет. Только вспомнила. Что-то решение. А? Что-то решение. Ну, бывает, Лидушка, бывает. Вот. И как бы, ну, все хорошо, удачно, быстро. Самое главное... Ой, люблю я, конечно, такие вещи. Люблю стричься. Люблю... Единственное, не очень люблю краситься. Это очень долго, вот, фамилирование. Это долго. Достаточно долго. А, AirTouch, это вообще 5 часов, да, Лидуля? Она сказала 5 часов тебе. Или 6. Это 5-6 часов. Ну, это не моя история, мне это не подходит. Мне кажется, это ведь тот волос. Ну, допустим... Ну, тебе же она еще сказала, 5, да, 5-6 часов. Это надо вот потратить 5-6 часов. Ну, вот Лидуша такой стиль подойдет. И к волосам, там, к структуре волос, к стрижке, к лицу. Мне нет, вот, мне подходит то, что я делаю. Да, вот, уже давно не прошло. Ну, вот, единственное, это я не очень люблю. Люблю стричься, укладываться. Ну, вот такие мега-долгие процедуры, как бы они меня немножко напрягают. А так, в целом, я это все люблю. Ну, особенно, когда, знаете, вот приходишь к приятным людям, да, общаешься. И самое главное, когда мастер твой, да, ты вот находишь своего мастера. Ну, вообще, вот в любом вопросе. Там, ногти, да, волосы. И вот я, например, я однажды, помните, год-полтора назад собиралась, как бы, к своему мастеру все приехать. Но у меня такая была долгая история, а челка отросла невероятно. Я собиралась через 2 недели приехать. И идем мы по торговому центру, вижу парикмахерскую, помнишь, этот салон красоты, как это, точка красоты, что ли. Думаю, зайду, чуть-чуть челку вот мне пусть подрежут, потому что просто в глаза лезли все. И думаю, что я из-за челки приеду, когда через 2 недели я приезжаю по-глобальному. А тут думаю, и что я буду ходить 2 недели, вот, зайду сейчас быстренько это. И вы помните, что было, что это был кошмар. Потом я, естественно, приехала, мы все меняли, переделывали и так далее. Ну, то есть вот после этого, я думаю, даже там челка какая-то мелочь, я только-только лишь к своему мастеру. И все, и никуда больше. Так что вот такое тоже бывает. Да, и я это все люблю. То есть тут первый профессионализм, ну и второе, когда вот просто приятно. Ты приходишь и отдыхаешь. Вот сколько времени ты там находишься, ты отдыхаешь, милые люди, общаешься. То есть вот это я очень люблю и, собственно, это бывает не всегда. А когда вот прям два в одном, это просто замечательно. Кстати, сегодня пятница и дороги свободны в Москве, на удивление. Хотя на дачу, наверное, все уехали. Кто-то тоже вот, может, кто-то, может быть, просто выехал, лето как бы, да. Но многие на даче. Прям даже ехать приятно. Ой, я надеюсь, что звук будет максимально нормальный, что не будет так вот шуметь там и все. Потому что очень неприятно. Причем, когда я уже говорила, я пересматриваю видео, нормальный звук. Монтирую, все нормально, загружается на YouTube, и там шум просто ужасный. Просто мешает. Вот. Так что дел очень много. Еще кое-что надо купить, какие-то лекарства. Я уже список составила. И, ну, там еще что-то вот по мелочи. Какие-то вот именно такие ключевые вещи. Хотя я вообще не люблю брать много вещей, но есть какие-то вещи, которые обязательно нужно взять. Из них никуда. И это все надо докупить еще. Чемодан уже начала собирать. И, в общем, посмотрим. Что-то кладу, потом вынимаю, потом думаю, нужно это мне или не нужно. Вот как-то так вот. Вот. Так что, я не знаю, до отъезда получится ли записать и выложить видео. Если нет, то, ну, как бы вот, как только мы приедем в аэропорт, начнется серия видео. И я буду вот прямо вам все подробно рассказывать, показывать. И обязательно расскажу то, что вот хочу рассказать по поводу подготовки туда-сюда. Так что искать, ну, реально я столкнулась с разными, ну, как бы и проблемами, и плюс уже потом я поняла, что надо, как надо, чтобы... Так что я пишу, чтобы не было, как-то, как и проблемами, и плюс уже потом я поняла, что не было. Так что я не знаю, сколько-то, как-то, 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 как-то... Так что все вам предположено, дорогие. Мне даже, вы знаете, вот самой верится, я как бы еще даже не осознаю это, потому что несколько раз все срывалось, просто, раза три, наверное, все срывалось, и чуть бы то ни было, чуть ли не сорвалось все сейчас тоже. Вот, ладно, мои дорогие, целую вас, обнимаю, всем отличного настроения, и удачного дня, всего самого хорошего, если вы собираетесь путешествовать, то отличного путешествия, и до скорой встречи, не знаю, успею ли еще в Москве что-то записать, но, говорю, как только приедем в аэропорт, все, начну записывать, мне, кстати, еще там кое-что очень интересно посмотреть, ну вот какие-то нюансы, в общем, все вам покажу, обо всем расскажу, единственное, чтобы с интернетом было в порядке, и я постараюсь прямо вот каждый день выкладывать видео, но все будет зависеть от интернета, но я надеюсь, что проблем никаких не будет. Может быть, если получится, немножечко вам сборы поснимаю, хотя что там снимать, в принципе, особо нечего. В общем, не знаю, успею, не успею, как что, просто делаем нереальное количество, вот, во-первых, документы вот с этими вопросами надо все решить, собрать там и все прочее, ну и плюс вот какие-то такие организационные нюансы, еще какие-то дела и так далее, и так далее, ну, сами понимаете, вот перед поездкой всегда очень много дел, много вопросов надо решить разных из разных там опер, да, поэтому ничего не обещаю, но обещаю, что вот как только начнется путешествие, то все буду вам показывать, рассказывать, я думаю, будет очень интересно. Так и все, мои дорогие, на этом точно все. Целую вас, обнимаю, пока-пока. Пока-пока.